Привет! В этом видео мы поговорим о последних новостях Озон, о том, что необходимо знать, если ты придаешь на этом маркетплейсе, и разберем подробно каждую из них. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсов. Поехали! И первое обновление, я думаю, каждый из вас уже увидел оно, касается мобильного приложения Озон Селлер. Там поменялась аналитика по поисковым запросам, теперь она добавлена. Карточки и товары показываем ее среднюю позицию в поиске по 10 самым популярным запросам. То есть это то, что на самом деле очень важно, ведь аналитика по популярным запросам, понимание на каком-то месте, может сказать тебе, насколько хорошо у тебя работает реклама, карточка, насколько у тебя выгодная цена и все остальное. Здесь добавили и очень круто. Дополнительный лист подбора для продавцов по ФБС и Риал ФБС, возможность делать отгрузки на ФБС с помощью внутреннего интерфейса, сторисы, которые абсолютно бесполезны и понятное дело, и таймер утилизации возврата. Вот такое обновление, кстати, как тебе пиши в комментариях, а мы будем продолжать. По модели ФБС изменили то, как теперь выбирается складка при заказе покупателям. На удивление, раньше как у нас было. То есть товары отправлялись клиенту со склада, который вы создали раньше, даже если он был дальше от клиента. И это забавно, потому что действительно по ФБС непонятно, как выбирались склады, и иногда это было очень странно. Ну а теперь, если вы работаете только по ФБС и Риал ФБС, заказы уезжают покупателям с ближайшего к ним склада. Если торгуете сразу по двум этим схемам, приоритет у склада с логистикой Озон. А опять же, вот в таком вот виде это теперь будет работать, поэтому если торгуешь по ФБС, то, наверное, будет немного удобнее. Еще одна новость про то, что у нас добавился еще один склад, на который можно и, скорее всего, нужно делать обгрузку. Это склад в Калининграде. Я даже вначале новость не так прочитал, потому что в Калининграде на СЦ заработала история. Но видим новость по-другому. Открыли склад в Калининграде на прием кроссдокинга. Теперь предприниматели со всей России могут отправлять товары на склад Калининград МРФЦ. Тут надо сразу сказать, мы позаботились о том, что вы не занимаетесь бумажной волокитой. Сами, кроме документов для прохождения границы, весь путь займет от 20 дней. В зависимости от того, где вы отгрузите поставку. Ну, то есть, это как Хабаровск, только в другую сторону будет в нашем случае. И здесь единственное, что пара моментов, которые нужно знать, это то, что важно полностью указать состав грузомест. Это нужно для пересечения границы. Если обнаружат излишки, то не примут поставку. Ну, могут не принять точнее. Дальше не получится добавить товары, требующие обязательной маркировки. Вот так вот это работает. И если вдруг тебе устраивают эти условия, то самое время начать отправлять товары в Калининград. Пока что будешь чуть ли не окажется не единственным, чьи товары до тут доедут. И выиграешь по конверсии за счет очень быстрой доставки. А если ты хочешь научиться продавать на озон, выбрать себе высокомаржинальные товары, с которых будешь зарабатывать даже при обороте в 100 тысяч рублей в месяц, то приходи ко мне на обновленный курс по озон. Там я расскажу тебе все подробно про то, как искать товары. Мы найдем их вместе с тобой, так как я лично буду проверять каждое твое домашнее задание, в том числе и лист подбора товаров. После чего расскажу тебе все про оформление карточек. Как их сделать самостоятельно, не потратить на это дополнительные деньги и максимально вложиться в закуп. После чего расскажу тебе про рекламу, как делать ее в плюс, как делать изменения на основе рекламных отчетов и как вообще эти рекламные отчеты необходимо делать. А дополнительно будет более 60 уроков, всего в курсе их более 80, и ты найдешь для себя ответы на все вопросы. А если не найдешь, то у тебя будет безграничная поддержка в чате обучения и в этом же закрытом чате уже практически тысяча участников. Поэтому тебе всегда будет с кем обсудить свои вопросы. Ссылка в описании, переходи, регистрируйся. И давай переходить к следующей новости. А следующая новость у нас про изменения в договоре. Первое это уточнение условий выплаты компенсации. На FBO возмещение за утраченные и провежденные товары с 20 марта 2024 года будем считать без учета индекса локализации. То есть фактически у таких товаров нет покупателя и нельзя определить, была ли продажа внутри или за пределами кластера. Поэтому стоимость логистики, которую используем в формуле, будет по обычному тарифу. Ну то есть понятно, здесь просто Озон дополнительно пытается 10 рублей свои сэкономить. Дальше идем. На FBS компенсацию за экспертизу возвращенного товара с 19 марта 2024 года можно будет получить, только если проводила проверенная организация в пункте 13 регламента FBS. Опять же, такое же условие действует на схеме FBO. Вот по каким показателям считается организация надежной. Не находится в процессе ликвидации или банкротства. Занимается ремонтом и обслуживанием. Основной деятельности по код 95. Его производные и зарегистрированы не менее года назад. Дополнительно унифицировали правила проезда КСЦ на автомобиль. Надо сказать, что опять же в каждом городе по-разному. У нас, например, до сих пор никаких пропусков, вообще ничего нету. Кто угодно заходит, все нормально. Понятное дело, что здесь больше под большие города относятся. И FBO упорядочим в сроке вывоза товаров. Уже внесли все необходимые изменения договора с 13 марта продублируемых в регламенте FBO. А товары к недалежащему качеству, от которых оказались покупатели, по-прежнему будем сообщать вам. Но теперь у нас будет 5 календарных дней с момента уведомления, чтобы прямо в личном кабинете сделать заявку на вывоз или заказать доставку силами озон. И 30 дней после создания заявки на вывоз товаров, если забираете их самостоятельно. Опять же, удобно, да, но когда продаешь дешевые товары, если честно, я не помню, чтобы я хоть раз этим пользовался, потому что в целом на них все равно проще утилизировать, чем забирать себе. Потому что доставка будет стоить дороже, чем сам товар. Но для кого-то это действительно будет удобно. Если хочешь узнавать о новостях или новых видео быстрее, то переходи по ссылке в описании или по подсказке на экране на мой телеграм-канал. Подписывайся, а также посмотри мое прошлое видео, доступно вот здесь. Пока!